я всех приветствую мы находимся в конференц-зале московской консерватории для того чтобы поговорить о делах профессиональных мы это прежде всего я роман насонов доцент кафедры истории зарубежной музыки московской консерватории на правах хозяина и наша дорогая гостья юлия зорохова на кантер доктора исторических наук заместитель директора санкт-петербургской филармонии вот мы дружим теперь очень крепко двумя институциями и по ходу дружбы начинаем немножечко выяснять отношения потому что для чего существует прямой эфир как не для того чтобы выяснить отношения но и как и любая дружба как же не выяснять отношения при том я бы сказал что мы что мы выясним отношения и личные и профессиональные разом потому что я предлагаю начать наш разговор о вещах профессиональных с очень личного и дорогого для меня воспоминания как мы с вами впервые встретились давайте всем расскажем да всем расскажем это было в камергерском переулке недалеко от любимой вашей гостиницы и любимого вами театра мы сидели в кафе на веранде и вы меня тогда озадачили потому что вы сказали примерно так что вот вы роман александрович называетесь историком музыки объясните пожалуйста что это значит потому что я историк вы тоже историк но мы с вами какие-то совершенно разные историки и здесь я действительно впал в некоторую задумчивость каким образом и юрий зорохов на историк и я историк это вот мы при нашей первой встрече стали выяснять отношения вот продолжаем их выяснять до сих пор вот а сейчас ситуация еще больше услугу она усугубилась я бы сказала она запуталась она совсем запуталась потому что я и остался историком музыки все-таки несмотря на все ваши провокации но с нашей провокации вы тоже стали историкам музыки и не отпирайтесь пожалуйста потому что вышел совершенно замечательный труд ленинградская симфония партитура памяти уже второе издание этой чудесного прямо из евгения негина не отпирайтесь я прочел да я не только прочел я еще был и рецензентом этой книги так что все перепуталась совсем но вот сидят и два историка музыки и кто же из них настоящий историк музыки а кто только прикидывается вот этот вот вопросы я и выношу сейчас на наш с вами общее обсуждение и я думаю что каждый из нас должен объясниться и поскольку вы первые задали этот вопрос два с половиной года назад то я пожалуй начну объясняться сам каким образом я историк музыки все-таки являюсь и здесь надо сказать что в нашем разговоре пожалуй не хватает третьего впрочем уже хватает нам не хватает теоретика музыки которые очень уместно здесь оказался и большое вам спасибо что вы посетили такую важную для нашей кафедры к на и ференцию я считаю рубежную во многом и определяющую но и действительно без теоретика вращение надо объяснить тем кто нас смотрит и на кого не направлена камера что к нам присоединился ректор московской консерватории александр сергеевич соколов да он тот самый третий который третьим будет дело в том что конечно мы в консерватории прежде всего должны были разобраться между собой чем историки отличаются от теоретиков и надо сказать что на уровне практики это все сочетается очень гармонично и на уровне какого-то осмысления тоже хотя есть нюанс очень много сегодня говорится и александр сергеевич вы не не раз говорили о том что методы теоретического музыкознания исторического музыкознания а это наверное будут самые правильные термины с учетом того что у нас присутствует юлия зорохова на они во многом сближаются и теоретики также обращаются контекстуальному методу изучения музыки как и музыковеды занимаются музыкальным анализом действительно все заближается вместе с тем конечно есть и некоторые нюансы все-таки аналитические методы это прежде всего прерогатива вашей кафедры и понятно что эти методы они родились из живой практики из обучения композиторов обучение кому оппозиции такова история теории музыки в московской консерватории тогда как наш курс и саторического музыкознания он в общем-то имеет скорее университетское происхождение и возник как именно искусствоведческие курсы университета в частности венского университета это очень кстати легко сегодня проследить и даже порой курьезно наверное все знают что есть такие три буквы у дк вот этот самый библиотечный индекс который сложился в начале прошлого века и который как раз разграничивает различные области знаний так вот если мы посмотрим этот индекс и посмотрим на музыковедение там все время отсылки что мы здесь подробно расписывать и не будем виды музыковедения а смотрите в другой раздел этот другой раздел этой истории живописи и архитектуры то есть все стили исторические музыковедения которые у нас существуют они моделировались для того чтобы синхронизировать историю музыки с историей живописи и архитектуры так оно изначально было и эти следы до сих пор остаются но конечно мы пошли гораздо дальше и вот это вот контекстуализация которая лежит в самом начале нашей истории она распространилась на все на что угодно потому что это не только искусствоведческий стал контекст но скажем социологический контекст контекст общей политической истории контексты богословский контекст философский и так далее и тому подобное и это меня порой пугает должен признаться потому что нельзя быть на все руки мастер если ты разбираешься во всех контекстах а еще к тому же читаешь историю музыки от вот тех самых людоедов о которых нам сообщила предыдущая докладчица и до 21 века до 20-х годов то можешь ли ты во всем одинаково хорошо разбираться не возникли ли здесь и в общем то некоторые опасности дилетантизма или какого-то поверхностного владения методами других наук и видов искусств что приведет к упрощению и к некоторой конечно методологической наивности это опасность она всегда существует у музыковеда историка у представителя исторического музыковедения то есть вот это вот наша широта и всеобъемлющесть она не вдохновляет и вместе с тем пугает и поэтому мы всегда с удовольствием идем в гости к нашим коллегам например в данном случае к историкам потому что мы понимаем что конечно среди нас есть выдающиеся коллеги которые вот этими историческими методами действительно обладели по-настоящему на уровне подлинных историков музыки но все-таки не все мы можем вот настолько этим всем обладеть и настолько этим всем воспользоваться и вот здесь такие книги как книга юлии зорковны для нас и огромные подспорья и бы и просто некий кладезь методологических перспектив можно не просто ознакомиться с вашей книгой но и многому здесь научиться ну вот собственно говоря в этом плане я и являюсь историком музыки на самом деле историческим музыка ведом но историка музыки тоже в той же мере как в других ситуациях я являюсь богословом или социологом и бог еще знает кем вот чем вы нам можете помочь и почему вы являетесь историком музыки юлии зорохова ну спасибо как говорится но во первых я хотела бы сделать некоторую водную может быть даже как покажусь не скромный но книга то у меня не одна и вы ни разу не назвали название и получилось назвал честное слово роман Александрович комплементарно отозвался о книге которую он рецензировал ленинградской симфонии партитуры памяти это на сегодняшний день последнее что так сказать вышло из-под моего пера и как раз нам позволю себе утверждать что я не историк музыки хотя и книга это опять же не вдаваясь подробностей она как раз не про музыку она про ту роль которую музыка может играть в стране и в мире охваченном войной но для меня как для историка занимающихся занимающихся двадцатым веком совершенно очевидно что междисциплинарные связи для любого из нас сидящего здесь и это кстати было хорошо сформулировано в начале этой конференции междисциплинарные связи неразрывны и никакая гуманитарная наука не может не быть исторической потому что история это базис к 20 веку очень трудно относиться с исторической точки зрения он слишком недалеко да и рефлексия на его события и трактовки этих событий ведь достаточно сложная и болезненная мы это знаем и по истории нашей страны и по истории других стран и это важный момент в том числе и когда мы анализируем музыку или любой другой вид искусства кстати но я думала что занимаясь историей музыки мы придем к музыковедом и мы это делаем я надеюсь что историки музыки придут к нам когда они и приходят может быть несколько реже чем к вам когда занимаются музыкой в контексте истории 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 создания истории создания того или иного произведения и тут как раз хорошо пуститься в глубь веков спуститься в глубь веков совсем недавно например великом новгороде где мы были одновременно не скажу что вместе но одновременно местами и местами вместе да была великолепная выставка много русском музеи-заповедники всемирная история варагана и понятно что эта выставка в основном археологическая она объединила петербург москву новгород ростов и так далее да и и зарубежные страны потому что опять же не мы рассказываем мы рассказываем о варганной культуре древнего новгорода но мы не можем изучить эту культуру и так сказать звучание варгана в новгородской республике не понимая как же варган туда пришел это чисто исторический аспект правда же том же новгороде поскольку древнейший город для нас у нас есть центр музыкальных древности совершенно великолепные абсолютная вотчина и музыковедов и историков музыки вы никогда не проведете линию жесткого водораздела между музыкознанием археологии и истории и на мой взгляд здесь как раз никакой дилеммы нет это как кольцо мебиуса одна грань переходе в другую они взаимодополняющие как раз важно чтобы не было сегрегации вот здесь вот у нас линия а здесь у вас линия тогда ничего не получится это невозможно или это будет ситуация который так процитирую козьму прудкова узкого специалиста подоблю человеку с плюс с плюсом полнота его односторонне в нашей с вами деятельности это совершенно невозможно то же самое мы никогда особенно важно это сказать в этих великолепных стенах московской консерватории каждый раз приезжаю каждый раз восхищаюсь качеством реставрации это конечно ну просто великолепно и всегда очень приятно когда вот здесь история сопряжена с современностью в таком великолепном воплощении так вот невозможно говорить о создании петербургской а след за тем московской консерватории не зная историю государства российского и конкретные события которые предшествовали созданию обеих консерваторий в частности биографии великой княгини елена павловна как вы будете заниматься историей русской музыки и музыкального образования не входя в государственный исторический контекст невозможно и опять же я настаиваю что я совсем не историк музыки я историк для которого важно изучить ситуацию в которой музыка существует как на как происходит ее рецепция и как происходит рефлексия на нее хотя конечно опять же я занимаюсь может быть даже такой довольно взрывоопасной темой а именно музыка и историческая политика это тоже важный момент и он такой и сопряжен еще с меня дисциплиной которая называется там исторической социологии политологии это другая история но опять же профессиональный музыковед рядом с которым я сижу и с которым очень люблю общаться и один проект мы делали благодаря которому познакомились два года назад и продолжаем сейчас общаться дальше как раз именно вот такой специалист который не ставит рамок для своей до своей исследовательской работы и преподавательской а потому он успешен он это вы простите у нас после есть желающие что-то сказать или спросить за чем что затем 1 1 сложно вот а если нет 1 сложно то я бы сказал за методологической изощренности которые обладают и историки вот потому что при всем нашем погружении в исторические методы и при всем том что мы стараемся их освоить на очень высоком уровне нам часто не хватает каких-то умений учиться надо у лучших профессионалов разве нет да конечно изучаем это да очень хорошие вопросы мы надо сказать его в кулуарах и до этого вопроса в предварительных разговорах все серьезные доходили это как раз очень понятная вещь потому что точная наука она существует еще и как некий материал если хотите для мифологизации потому что исполнитель выходя на сцену он так или иначе творит некий миф вот это вот и исполнительство она рождает определенные образы которые с одной стороны должны основываться на очень точных знаниях исторических реалий музыки но с другой стороны они всегда содержат в себе некий момент индивидуальности личности и эта личность питается знанием фактов желательно все таки достаточно достоверных и точных то есть для того чтобы исполнитель кушал черный хлеб и соответственно благодаря этому питанию как-то порождал еще и какие-нибудь пирожные вот для этого нужно какие-то вещи знать и ну и потом это просто страсть это просто страсть очень многие из его выполнители страстно увлекаются знанием вот этого исторического контекста и это им надо сказать по-моему весьма помогает разве же нет а можно я добавлю да конечно давайте а я спрошу зачем повторив рефреном прозвучавший образ а зачем ограничивать историю историю изучения историю музыки или историю изучения истории музыки только исполнителями вообще-то тут есть обратная связь есть еще слушатели есть еще человек который не являясь музыкантом или музыковедом да хочет приходя в консерваторию филармонию в театр знать зачем о чем да потому что все изыскания методологические связанные с теорией музыки да это в прямом смысле другая история а изыскания связанные пусть и посредованно с контекстом создания произведения контекстом макро историческими обстоятельствами так далее это пища для ума и эмоций не только исполнителю интерпретатору но и слушатель и совершенно необязательно это находиться в резонансе отнюдь собственно чудо и миф рождается с двух сторон ну а если более просто то есть вот так сказать совсем сблизить позиции связи задавающим вопрос задаваемым вопросом то я такой приведу достаточно жесткий пример на вы видите произведение вы исполнитель вы видите произведение вы начинаете вам что-то говорит фамилия автора или не говорит фамилия автора вы начинаете его изучать нотный текст аппликатуру штрихи все что угодно а потом вы узнаете что это произведение созданного свенцами вот вам ответ зачем знать исторический контекст и без этого вы не интерпретируете все равно чтобы что бы ни было это очень жесткий такой да например но тем не менее он тоже отвечает на вопрос зачем и исполнителю знать да но это вообще замечательная дискуссия кстати ее вполне можно было бы продолжить санкт-петербургскому университете на кафедре у алексея анатольевича так что приглашайте мы с удовольствием к вам приедем и устроим открытую дискуссию если не возражаете хорошая идея потому что после работы в жюри конкурса гелика я об этом сказал и председателю жюри так сказать остальным коллегам где-то лет 30-40 назад органисты но они не имели тех знаний того дезаурус который вот сейчас мы имеем они прекрасно себя чувствовали в концертных залах и очень дискомфортно чувствовали в большой аркустике вот спустя несколько десятков лет все поменялось российские органисты перестали уметь играть в концертных залах они не понимают что такое элеганты то есть они хотят демонстрировать в малом зале консерватории свои компетенции в кавычках большой республики вот это все ужасно и отвратительно то есть есть много вещей которые просто надо обсудить но алексей анатольевич при углашайте как раз на вашей площадке было бы чрезвычайно увлекательно это все сделать алексей анатольевич я вот вернусь в петербург сегодня можем можем поговорить вне эфира и самое главное что это не имеет никакого отношения к историческому музыказнику это я уж как преподаватель практики говорю конечно не имеет легата стаката никакого мы закончим а мы продолжим да и и продолжим наверное как раз с того к чему вы дали очень хорошую подачу вот собственно может быть какие-то конкретные примеры вашей работы над книгой которые показали что хотя музыковеды очень постарались выявите всевозможные исторические контексты когда приходит историк вдруг открываются совершенно неожиданные вещи были такие казусы или откровения вы знаете для меня было абсолютным шоком вот для меня как раз хотя я не романтически настроенный человек тем не менее я думала что уж то что а уж музыковедение это я никак ничем не обогащу меня был абсолютный шок когда произошло обратное в значительной степени когда ну к чести коллег музыковедов которые обнаружили тем что занималась я и фактах и событиях парочку я назову вам работа над книгой посвященной 7 симфонии в советском союзе и в мире я обнаружила факты отвечающие на вопросы музыковедов которые так и остались до того момента оставались не без ответа я приведу конкретные примеры работала я в частности в архивах в архиве министерства иностранных дел в нашем архиве внешней политики я работала в естественно в архиве социально-политической истории федеральным и фетербургских архивах и архивах многих регионов нашей страны так вот мы все прекрасно наверное сидящие в зале в этом помним о том что большим большой проблемой для музыкантов которые сорок втором году исполняли седьмую симфонию шостаковича была проблема размера оркестра да то есть не хватало да например оркестр ленинградской филармонии находившимся в эвакуации в новосибирске не хватало духовых инструментов да там удвоенные удвоенное количество фактически то же самое происходило в чкалове в оренбурге с оркестром ленинградского малигота который под управлением бориса хайкина тоже эту симфонию сорок втором году исполнял такая же проблема была и в других городах исключение составила конечно мировая премьера 5 марта 42 в куйбышеве в самаре в оркестре большого театра как раз такие возможности были все таки так вот переписка в том числе и хайкина с мравинским и с гликманом как выйти из положения надо в новосибирске сыграть все воодушевлены получив партитуру надо сыграть и шостакович приезжал на премьеру а каким образом вышли из положения музыковиде на этом вопрос остался на этот вопрос остался открытым и вот нахожу я документ петербургском архиве литературы и искусства очень любопытный казалось бы прямого отношения к ответу на тот вопрос который я задала не имеющий эта благодарность подписанная мравинским руководителю школы высшей школы нквд находившись в эвакуации в том же новосибирске за помощь в подготовке исполнении седьмой симфонии шостаковича говорится где школа нквд и где и где оркестр начинаю читать и вижу фамилию и должность капельмистер агапкин которому отдельная благодарность в этом зале нужно объяснять кто такой василий агапкин нужно автор прощения славянки и он же между прочим руководил оркестром 7 ноября 41 года который участвовал пара знаменитом параде на красной площади ну вот видите в этой музыковической среде иногда что-то новенькое историк может рассказать пожалуйста так вот именно василий агапкин был руководителем ансамбля высшей школы нквд и довел этот ансамбль профессиональном смысле такого уровня что его музыканты смогли достойно дополнить оркестр ленинградской филармонии и таким образом способствовать премьере это тоже очень интересно да прощание славянки ленинградской симфонии школы нквд выстраивается абсолютно полифоническая историческая картинка правда еще один момент уж то есть таких ну мне кажется ярких традиционно было считать когда мы смотрели с коллегами московскими петербургскими и самарскими географию и как сейчас мы сказали тайминг исполнения 7 симфонии сорок втором сорок третьем году вы же понимаете что это было событие как минимум в не меньшей степени политической и социально значимая чем сугубо музыкальная что никак не умоляет его музыкальных достоинств но это вопрос искусство уже музыковедов поэтому сейчас я сюда не вторгаюсь пока вопрос другом мы знали я консультирую как раз довольно известных не буду здесь называть имена московско-петербургских музыковедов в частности в исполнении 7 симфонии и в америке и в канаде и вот традиционно было считать это есть во всей музыковедческой литературе тоже что в торонто 7 симфония была исполнена в декабре сорок второго года ориентировались все на хранящийся в частности в всероссийском музее музыки бюллетень посольства советского союза в америке где как раз было указано что в декабре такая премьера состоится так это и пошло что делает историк а музыковеды так ну цитирует этот и друг друга этот и этот исторический документ все делает историк историк смотрит рецензии с интересом обнаруживших никаких рецензий в декабре на 7 симфонии в торонто нет потому что она там не исполнялась декабре я начинаю делать так сказать реверс до идти назад и понимаю что этот этот источник этот вопрос об умении работать в архиве и открытики исторического источника я понимаю что это был ежеквартальник то есть это он был в сентябре когда сеть примера действительно была канадская запланирована тогда но по причинам опять же не музыковедческого свойства эта премьера была перенесена и вот уже в январе рецензии я нашла и соответственно ну подтвердила там материалами о том почему она была перенесена кто дирижировал и когда эта премьера состоялась в общем то тоже для истории музыки военного времени ну поскольку занималась естественно периодами великой отечественной войны тоже достаточно любопытная вещь ну и из такого еще может быть любопытного конечно мы можем это так и происходит все 80 лет если мы говорим о седьмой симфонии чего в ней больше политики или музыки да так вот в архиве внешней политики где собраны это разъехать из нашего мида где собраны любопытнейшие и ранее никогда не публиковавшиеся свидетельства реакции в самой разной реакции разных людей знаменитых и нет на седьмую симфонию в том числе так сказать музыковическая дискуссия стоит ли это воспринимать только музыкальное произведение или нет тоже находится ответы на вопросы это я как архива манка все время так сказать декларирую пропагандирую ходите в архивы и при этом критически относитесь к документам которые вы там читаете сопоставляя с чем-то другим по моему да вполне от исчерпывающего ответили на наш вопрос тогда вам еще один вопрос который касается опять-таки уже теперь не разграничение а объединение и связи между нашими науками но понятно чему мы можем поучиться у историков и зачем нужны такие книги как та что была издана вами но ведь ваши книги вы все равно не могли обойти каким-то образом художественное целое и художественный смысл седьмой симфонии но при этом вы ведь не исторический музыковед не музыковед историк и вы наверное понимаете ограниченность каких-то собственных возможностей как историки выходят из положения в таких случаях для этого есть вы вы с большой буквы вы с маленькой на самом деле это очень так это было бы странным если бы мы изобретали велосипед да ну не нужно есть вещи тем более ну в том случае о котором мы говорим седьмой симфонии канонически устоявшиеся и известны это не значит у канона не должны подвергаться сомнениям отнюдь вообще и у историков я думаю музыковедов самая большая опасность это сказать все исследование закончено все изучено вот это самое опасное ну для любой науки собственно говоря для гуманитарной тем более разумеется есть литература которой можно пользоваться есть консультанты которые которым можно и нужно обращаться на самом деле обязательно не происходит не не концерт не не научные исследования и если серьезно конечно говорить коллеги то наше знакомство произошло совершенно не случайно и не она произошла может быть спонтанно но не случайно как раз проект который был посвящен седьмой симфонии да и рефлексии на нее 80 лет спустя не мог быть сугубо исторически он должен был быть безусловно в высшей степени музыковедческим и поэтому как раз покойная людмила григорьевна ковнацкая известнейший музыковед нас познакомила с романом и вот с того в общем-то с того с того все и началось что называется и и вы знаете вот если уж мы сейчас сидим здесь московской консерватории говорим такую тему то 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 есть сотрудничество петербургской филармонии которая не только музыкальная организация вопреки устоявшемуся стереотипу но и довольно интересный я бы сказал исследовательский центр с потрясающе потрясающим архивом старше чем санкт-петербург между прочим хранящие документы не только нотным и наше сотрудничество во многом зиждется и на умение взаимопроникать исследователям музыкантом историком и преподавателем опять же для того чтобы делать что-то совместное нет здесь каких-то границ поэтому мы приходим к вам ориентируясь на то что в музыковедческой литературе по какому-то поводу сказано и написано у нас у каждого есть люди которым да в смежных сферах мы доверяем о котором относимся критически но тоже доверяем и кому-то нет и основываясь на вот этих вот обертонах мы привлекаем свое исследование те или иные музыкальные картинки на батарею лизорхан я не умножечко еще вроде бы вопросы по мучу водичку и вот поэтому дурим поискать да вот такую вещь все-таки вы действительно опирались там на музыковическую литературу но вы ее очень тщательно отбирали я бы сказал да в основном вы и обращались к монографе криштова мэра немножечко было окопиана но совсем не умножечко и там не было каких-то других трудов более того я вам могу припомнить что как-то вы там в нашей переписке обещали мне что обязательно сошлете на мою статью которая вышла в связи с и вот этим самым проектом но я получаю на рецензию вашу книжку естественно свою статью не обнаружил вот это месть вот это месть и при этом я очень рад вот и и мне это очень порадовало потому что уже после выхода вашей книжки я приезжаю на другой наш тоже очень дорогой мне проекта было был тоже юбилей снятия блокады с ленинграда была тоже большая конференция научная и вот только я прихожу туда с поезда выходят одна из ваших коллег рассказывать что-то свое и пересказывать содержание моей статьи вот юлия зоркова мне пишет смс-ку в это самое время что дескать вот недаром в эту статью написали и получите да получите и я понимаю что лучше бы меня не пересказывали не потому что даже пересказывали как-то искажая и неверно но потому что совершенно понятно что вот там те тонкие какие-то интонационные связи при помощи которых я ввожу ленинградскую симфонию в петербургский и ленинградский текст культуры они все-таки сугубо для музыканта который эти связи слышит а когда и это все пересказывает с большим почтением к нашей науке к музыковедческий человек который эти связи не слышит то возникает некоторые впечатления неловкости то есть совершенно понятно что то он не слышит о чем говорит мы это слышим а они это слышать не могут но потому что не все мы на все способны вот и по мне гораздо лучше когда меня лишний раз не процитировали а процитировали какую-то более может быть приземленную и более простую и более такую для просвещения что называется и широкого читателя написанную книгу чем какие-то мои очень специальные изыскания поэтому я вот обращаясь может быть не только присутствующим но и к тем кто нас слушает здесь в эфире очень прошу не спешите нас цитировать не цитируйте подумайте сначала действительно ли вы все поняли и прочувствовали вот потому что есть действительно самая разная музыковическая литература 1 обращена к коллегам которые очень тонко специализированы в музыковедении а другая обращена все-таки более широкому кругу и вот это и большая разница и здесь нужен очень тонкий вкус чтобы почувствовать где эта граница находится но знаете тут я такую ремарку по позволю себе ну я могу сколько угодно считать что я все поняла а вы мне скажете что это не так и и будете наверно правы на и тут есть важный момент осознание самого себя да в знании этого недостаточно все таки я исходила из прогресса говорить обо мне и без принципа которым я руководствовалась я понимала что мне нужно ввести хотя бы на уровне ну квалифицированного ликбеза читателя в музыковедческий контекст слава богу это произведение изучено как не как немногие да но при этом не впасть уж так совсем такую банальность ну ремарку еще одну сделаю все-таки была еще например хентова была овсянкина и и так далее так далее так далее начитаны вот я к тому это это то что то что цитировалась книги тоже было принципиально важно но конечно и овсянкина диссертация в частности находится петербургской консерватории и как раз изучена и снили знакомого тоже она преподает в руку по имени герцена у нас так вот сейчас не об этом далеко не все то что прочитано используется как вы понимаете со ссылками в работе в работе в научной то есть и накапливаешь материалность ты прямо его не цитируешь или если ты его отринул но не хочешь так сказать по щелкать так тоже бывает я этим пользуюсь в других сферах да конечно когда ты в резкую полемику ходишь с чем-то кого-то в чем-то там можешь упрекнуть это нормально равно как и тебя это обычно нормальная дискуссия я исхожу из того что чем бы ты не занимался да ты не можешь объять необъятное это не нужно но ты должен углубиться в ту сферу в частности до музыковедческую в той мере какой ты сможешь держаться на плаву все остальное сделают коллеги уважаем буквально уважаемые коллеги меня консультанты и кстати в том числе те серьезнейшие там действительно точечные на серьезнейшие замечания которые вы сделали в том числе касающиеся там написание имен и фамилий например да и инициалов каких-то дело в том что я работала с неопубликованными до сих пор кстати привет музыковедом письма миша стаковича из куйбышева в ленинград это не просто бытовые письма хотя это безумно интересно и ком в горле встает когда он пишет матери не понимает почему она не отвечает из блокадного ленинграда да ему но он там подробно пишет о том как он работает на седьмой симфонии эти письма лежат в рукописях музея театрального и музыкального искусства в петербурге и никем не читаны из музыковедов но и какой из историков тоже это тоже важный аспект понимание и рефлексии это к вопросу о том который сейчас звучал в эфире на истории музыки до музыка музыкознания так что вот такие сообщающие сосуды замечательно то есть правильно ли я понимаю юрия зорхана что наша беседа приходит вот какому парадоксальному выводу мы начинали наше знакомство с того что я историк музыки продолжили тем что вы тоже стали историком музыки это ваша точка а сейчас мы приходим к тому что вы говорите что вы не историк музыки от чего ушли туда я тоже говорю что я не историк музыки до представитель исторического музыковедения музыкознания музыкознания хорошо то есть да получается что мы как бы играем если не в поддавке то как бы немножечко сдаем назад и оставляем историю музыки для каких-то не играем в одной команде да это правда но по но потому и немножечко подыгрываем друг другу как и полагается вот но действительно это большое счастье быть коллегой такого профессионала как и юлия зорохова на и большое счастье что вы ведь возвратившись в музыкальное лона да и став заместителем директора санкт-петербургской филармонии ведь вернулись немножечко и в детство когда вы могли стать музыкантом был такой правда если бы да кабы вот на самом деле мой приход филармонии это самое неожиданное пожалуй моей биографии профессиональные все-таки историк всю жизнь история хотя по образованию филолог но тем не менее это вот ответ на вопрос как историки могут помочь музыкантам и музыковедам приглашение историка двадцатого века филармонию на должность заместителя директора это ход необычный но при этом логичный да вот это то чем мы с вами сегодня говорим это работает это буквально работает за я надеюсь что это работает это о чем мы сегодня говорим вот а вообще-то специалистов нужно приглашать не только филармонию музыковедов историков обязательно потому что ну с экранов телевизоров каналов культуры такое произносится что далеко ходить их надо приглашать и скажу страшное слово в министерство как-то вот почему-то и чайковский был директором русского муниципального общества и чиновников там все были музыкантами да и все прекрасно так сказать проблем еще был очень интересный такой пас по поводу велосипедов изобретение вы понимаете вот то что допустим в нашем собрании кто-то не знает агапкин это совершенно ничего страшного только человек какой-то с какими-то там уникальным психическим данным помнят все конечно кто-то может я могу вам сказать что почему агапкин все у него хорошо получилось он учился просто в классах не знаю я знаю все и и знал все что нужно делать и действительно это был с хорошим музыкального училища получил поэтому в общем если вы это сделаете это будет пример вообще на все филармонии и какой-то можно даже посыл вот наверх тоже профессионалы большое спасибо это очень приятно вот спасибо ну да мы очень рады за петербургскую филармонию который сделала правильный выбор может быть кто-то еще хочет нас поддержать или наоборот по критиковать раз уж мы перешли крепленько из зала пожалуйста опубликован был один да ну в кусках значит смотрите я хотел спросить в силу того что книги просто она недоступна пока да а есть ли у вас там статистика всех лицензий всех изданий потому что традиционные исследования хорошо мы ее по опробуем предоставить у нее есть концертное исполнение и только концертное исполнение правильно ну то есть традиции московедческого исследования они таковы они скорее не социологические они такие углубленные в предмет первый вопрос ну и статистика исполнения я думаю там есть в конце мне кажется приложение таблица как они так этим именно и ценно эти монографические работы но главное что я у вас тут господа не услышала ни разу фамилию дегонской который как раз надо консультироваться и мы не имеем материалов современных а имеем только хьюза на которые вы не ссылаетесь да это тематика библиографический указатель на английском языке очень известный я знаю а сейчас идет работа как раз над этим двумя томами которые выпускает шестаковический архив под руководством дегонка первое это я нужно я вас постановлю давайте начнем сначала давайте я отвечу на вас вопрос если он не является риторическим сейчас мы исходим поговорить у меня возникает впечатление я пастернака не читал но знаю лучше наверное вы прочтете а потом мы с удовольствием поговорим книга доступна сейчас вышел второй тираж на самом деле и разумеется и с ольгой дегонской и с ларисой миллер из фондом шостакович и конкретно с ириной антоновной в ее архиве естественно я работал я вам больше скажу я по этическим соображениям не называла здесь некоторые имена московско-петербургских музыковедов которые в том числе ошибались в тех датировках о которых я сейчас говорила я в этой аудитории их не называла и считаю это правильным не буду называть и сейчас так вот отвечая на ваш вопрос я хочу сказать что как раз тематика 40 года 42 который готовится ларисе миллера ее коллегами как раз и это правильное решение было было слегка приостановлено до выхода моей книги потому что огромное количество материалов документов расширяющих представление о том томе сейчас там идут ссылки сейчас они уже идут на меня книга вышла в январе естественно все все лица заинтересованы в этом ее получили и были на презентации в том числе в петербурге первая конечно была в петербурге и эта работа сейчас сильно дополняется это у меня простите консультировались большей степени таковы сразу не спросили вот на самом деле это совершенно невозможно было бы если бы я опять же не начинаю работать опять же я хочу подчеркнуть это не музыковическая книга эта книга не музыкальном строе и чем-то еще седьмой симфонии эта книга а явление в жизни страны под названием ленинградской симфонии именно поэтому опять же я надеюсь вы прочтете мы поговорим у меня нет статистики не было необходимости социологии есть география ключевые исполнения и календарь исполнения сорок второго года вот я ограничиваюсь только сорок вторым годом в ссср и за его пределами вот это подробнейшая уточненная статистика у меня не статистика а перечень география география и фактологическая сторона у меня там есть естественно речь идет и о ленинграде и о советском центральная глава посвящена ленинград центральная в ключевом смысле да потому что все-таки книга посвящена исполнению в ленинграде в значительной степени но естественно и весь мир и в приложении как раз есть материалы интересующие вас в приложении ях в том вашему вопросу огромное количество материала оказалось за пределами внимания исследователей глубоко мной уважаемых а потому и не отчасти не названных потому что но от ошибок из нас никто не застрахован это нормально ошибок от каких-то лакун но первоисточники позволю себе отчасти нелицеприятно высказаться мало работы с первоисточниками это большая проблема первоисточник как и в любом случае это архивные это архивные документы или рукописные не опубликованные материалы ходе охраняющиеся документальных фондов крупнейших библиотех вузов и так далее это есть первоисточник словарном понимании другого нет он может быть текстовым нотным каким угодно это тоже первоисточник я же говорю это текст это не только буквы это еще это все что угодно это и цифры это и ноты и так далее первоисточник да ну раз уж мы об этом говорим то наверное стоит вспомнить и о том какое большое турне по городам россии вы совершили и по-моему снг тоже или все-таки нет нет в снг нет там россия для того чтобы написать эту обращалась коллегам запрашивая материалы спасибо мы начали сценарий мы будем следовать так и сделаем вот да а все-таки перечислите какие города вы в результате посетили нет давайте я не буду как это эта история могла случиться в другого кто-нибудь любом другом городе нет на самом деле мне пришлось работать с архивами самых разных городов где симфония звучала и естественно это стало поводом толчком кстати к вопросу о том что такое паровозик и что такое вагоны к другим сопряженным исследованиям в том числе находящимся на грани музыковедения конечно и истории потому что если мы говорим о московской консерватории в саратове не про сельмой симфонии про московскую консерваторию в саратове или про ленинградскую филармонию в ташкенте мы естественно будем рассказывать я были александровича мусине да и его истории а если мы коснемся истории карьеры в самом хорошем смысле сейчас голову пришло того же мусина в ленинграде ленинград-ташкент да и его прихода драматического прихода в ленинград и как он в минске уже белоруссия сэр была вся оккупирована как бы пешком шел с маленьким ребенком то мы не можем опять же говоря его ленинградской биографии не случайно говорю здесь о мусине потому что человек равному которых в истории создания школы российского дирижера российского советского дирижения просто нет но мы вспомним о мусине юном очень выпускники ленинградской консерватории и вот тут то мы вспомним 30-е годы и плеяду немецких дирижеров или дирижеров немецкого происхождения так сказать еврейско-немецкого происхождения приехавших в 30-е годы после 33 советский союз оставшихся составивших славу и советского музыкального искусства и в том числе школы дирижирования которые работали и в ленинграде и в москве вот вам еще один сюжет который цепляет другой фриц штидри клемпер который приезжал на абенсброд но это было раньше это еще были 20-е годы когда советский союз стал интересен музыковическая история или историческая эта история российская советская или всеобщая история советско-германских отношений например как вы это разделите зандерлинг отец зандерлинг сын ныне здравствующие между прочим это ленинградская школа дирижирования немецкая школа или какая вот без этого никак я про зандерлинга вспомнила не случайно история пребывания оркестра нашей филармонии в новосибирске эта история про спасением раввинским умирающего от голода на вокзале зандерлинга вспоминается и другая тема которая конечно еще тоже заслуживает большого осмысления это тема романа ильича грубера о котором я делал доклад и потом опубликовал статью она еще кажется не вышла до сих пор вот на нашей конференции посвящено снятию блокады вот потому что вот эти связи российская немецкая они конечно очень важны не только в области дирижирования но и в области исторического музыкознания и более того в области того самого курса который мы читаем и эта история просто извините нашей кафедры мы правда немало сделали издали два выпуска памяти романа ильича грубера вот при прекратилась у нас немножко эта серия и можно было бы подумать как ее продолжить но во всяком случае вот сразу возникают какие-то параллельные сюжеты которые мы недоисследовали и может быть даже и стоит поскольку следующем году у нас будет ведь юбилей но такой небольшой юбилей романа ильича проявить и груберовские чтения у него 13 декабря 25 года там будет ему сто тридцать лет и соответственно имеет смысл вот продолжить наши иваново-борецкие чтения я думаю груберовскими такая идея она по моему совершенно напрашивается есть ли еще какие-то вопросы и желающие высказаться возможно здесь находится у нас в зале пока все в прямом эфире транслируется вот как из ленинграда транслировалась по всему миру по всем социальным теперь сетям а они по всем радиостанциям кто еще хотел бы может быть что-то сказать какая неожиданность я сейчас перемещаюсь между рахманиевским залом где сейчас собрались все наши китайские студенты а я только что вернулся из китая потом не было что им сказать на это уже сказал и вот здесь где я собственно уже с самого начала конференция присутствует очень радуюсь того что я слышу но особенности радуюсь именно этому диалогу потому что он собственно говоря реализует наше намерение которые соглашение вот оно было упомянуто что московская консерватория подписала договор о сотрудничестве с ленинградской петербургской филармонии и юрия зороха она собственно была инициатором такого рода контакта это подчеркиваю что это действительно это нас пригласили мы порадовали что действительно возникла возможность не только в концертной деятельности это само собой на первом плане нашего сотрудничества но в научной деятельности как раз опираясь на эти совершенно уникальные архивы которые мне посчастливилось частично увидеть и развивая какие-то темы вот выйти на такой новый масштабный уровень собственно прогресса в нашей науки но и вот сегодняшняя встреча этому доказательства потому что юрия зороха она еще также и предложила нашего контактера это роман станции вот потому что действительно что тут еще очень удачно но помимо того что это как раз то самое покорение у которого сейчас что нравится и карты в руках но еще роман станции он еще и вождь нашего научно-творческого студенческого общества то есть вот эта поросль молодая как раз вот очень очень подвержена таким инъекциям интеллектуальным и соответственно я много раз убеждался что это здорово у романа шанса получается вот такой тандель вот но и как раз когда я прошел вот эту тему может быть и как раз когда я выходил отчасти она была прокомментирована вот эта интрига да то есть истории музыки историческое музыковедение размежеваться чтобы объединиться погода я так мог понять о чем идет речь что в принципе это где-то и синонимы потому что вы так легко переходили с одно на другое но тогда почему размежеваться и во имя чего объединяться вот это я задаю вопрос который может быть таскатью потом и проясните но в чем бы я хотел несколько усомниться из того что я услышал и наверно михалу санчу не в этом отношении поддержку может оказать потому что вот и кстати тоже было сказано относительно вот этого университетского источника конечно безусловно но это опять же в каком поколении это по-разному происходило потому что первые поколения собственно те кто в начале двадцатого века приходили в консерватории и другие были испытания всем хорошо известные таскать связанные с эпохой а это чистая история они то генетически имели эту самую университетскую таскать принадлежность через родителей и так сказать предков о многих поколений поэтому вот это домашнее воспитание это и собственно были как в горько мои университеты да вот это да следующих то этого же не было то есть там уже возникает другой вопрос вот мы с михао санчем будучи студентами это кстати один курс то есть я бы суде на михао санч и я это один курс мы все были таскать на одной студенческой скаме чего нам в это время не хватало при всем уважении к тем замечательным педагогам которые нас учили дай бог каждому нам не хватало от этого университетского совершенно ресурса и мы ходили вместе в университет на сергей аверинцева мы действительно встречались там где собственно говоря нас никто особенно туда не направлял мы сами наверстывали то упущенное то что было уже в нашем поколении очевидно и поэтому когда потом михао санч ушел на кафедру истории и зарубежной музыки а я на кафедру теории нас ничего не заденял совершенно то есть мы были фактически на одном фундаменте воспитанного академического образования которые пускать не разделяет историков и теоретиков и вот этого общего гуманитарного которое тогда было и на каких же кафедрах это было более как бы подхвачено все-таки на кафедре теории музыки потому что там пришел руководить евгений владимирович назакинский а вот это было именно то самое то есть он останется у назакинского был вот этот самый и во всех его курсах которые считал спецкурс каждый спецкурс обновлялся именно в этом направлении то есть он дополнял обычную учебную программу вот теме собственно говоря аспектами рассмотрения проблемы которые далеко выходили за вот эти самые утилитарные потребности у него была такая фраза и кстати говоря я очень хорошо усвоил вот когда это ну тогда часто интернет тогда мы все сидели день на нож на глинский библиотеке вот и он мне посоветовал уберите так сказать литературу когда усталость приходит и совсем из другой области но это вам кажется что она из другой и фраза думать надо около вот это замечательная формула да потому что ты вроде бы таскет просто развлекаешься и потом бац где-то у тебя выстреливает это самое около именно в твоей собственной какой-то гуманитарной задачи вот и поэтому вот когда чаще было сказано что мы привлекаем литературу источники где собственно говоря о музыке речи нет ну а сколько же таких примеров ну скажем школа генриха бёшкина для его книги переведены на русский язык начале 20 лет а вообще ни слова музыки нет но какая там типология вообще всего типологический барокко типологический классицизм и даже за этом тянется авангард тоже типологический да то есть мы можем фактически опираясь на собственный уже так сказать материал и кругозор в своей сфере получить очень важный импульс для того чтобы продвинуться дальше а это и есть университетское образование именно оно и есть оно никогда не может закончиться оно бесконечно поэтому вот вы сейчас мне ответите что такое разбежеваться или объединяться сейчас ответьте но тем не менее вот нам с Афоновым не надо не объединяться и объединяться со всеми как одному что первая песочница вот но в этом наша задача что в следующих поколениях это было точно так же понято правильно потому что остановиться на том формального исполнения обязанностей но это значит остановиться вообще все спасибо большое я с самого начала понимал что настроен и теперь в этом окончательно убедился в этом диалоге но на первый вопрос очень простой ответ разными размежеваться для того чтобы осознать границы собственных возможностей и способностей потому что именно когда мы понимаем в чем мы ограничены и что мы не можем быть скажем до полного на ценными историками такими как и юлия зорохова у нас возникает эта потребность в объединении в контакте и в диалоге то есть это как раз очень понятная и очень лично пережитая история при при всем моем стремлении к универсализму я временами все-таки ставлю себе границы и понимаю что вот здесь уже все дальше по и пойти невозможно вот и второй момент тоже очень лично я ведь да и университетская тема мне лично не чужда потому что я уже более 25 лет являюсь сотрудником московского университета вот и собственно более того я естественно несу все наши достижения совершенно университетского качества на факультет журналистики но ведь этим дело не ограничивается в моей истории было очень много случаев когда студенты факультета журналистики посещали мои курсы здесь в консерватории вот буквально до последнего времени когда осложнилась конечно проблема с проходом и у меня есть в архиве совершенно замечательная фотография если хотите я по и делюсь с вами это правда уже было лет наверное 10 назад ко мне где-то летом пришла группа как раз студентов из университета для того чтобы как-то вот поговорить на музыковической темой и послушать что я говорю о нас вот сюда вот еще в 317 класс где раньше находилась наша кафедра не пустили и тогда мы пошли на тверской бульвар я сел на корточки значит группа села на скамеечки и я читал вот этот самый до свой университетский курс вот не стесняясь там проходящих мимо педагогов и может быть стоило бы быть нам как-то милосерднее вот к этим студентам то есть не считать это дополнительным образованием а скажем если они хотят посещать наши курсы но выдать им на год пропуску вот в конкретный день на конкретные часы чтобы они к нам могли прийти потому что но они уже в конце концов потеряли надежду и все-таки ходить ко мне в консерватории перестали и это очень жалко потому что мы в консерватории даем какие-то вещи которые нужны университету вот может быть я не знаю для этого не обязательно подписывает договор о сотрудничестве с университетом который у нас наверное и есть конечно но в те в те времена еще можно было сидеть на корточках в наши уже не уже нельзя мы это знаем нет я но вот может быть как-то решить этот вопрос он организационный юлия зорхана память наверное тоже есть что сказать мне только лишь добавить на самом деле вы знаете в любой исследовательской работе действительно размежеваться очень нужно размежеваться это не значит поссориться наоборот надо просто понять какую зону окучиваешь ты и какую зону твой партнер это обязательно во первых чтобы если пересечения были то они как раз были запланированы они спонтанными в исследовании вот сейчас прозвучал вопрос а почему не там вы не пошли вы не обратились и так далее заметьте не вопрос ходили ли вы а почему вы не пошли был императив что же вы тут со своим свиным рылом до наш в наш колоссный ряд это же понятно и вот это это как раз было как для меня совершенно очевидным когда я начала заниматься в том числе этим исследованием о котором мы сегодня упоминали именно потому что мы историки ходим к музыковедам или к искусствоведам если мы занимаемся какой-то сферой связанной с историей искусства гораздо чаще чем есть встречные движения и это то так сказать чем меня подкупил роман александрович когда совершенно авантюр на две недели назад предложил сделать такой диалог публичный как раз для того чтобы объяснить что это не музыковедение и история социальная музыки общественная это не игра в одни ворота это абсолютно взаимосвязанные равноправно связанные вещи понять где где мы дилетанты а где вы дилетанты чтобы вместе создать единое целое и вот это принципиальная вещь которая по моему в этом зале теперь всеми понято она не была понята изначально когда когда мы это все придумывали огонь как директора по просветительской деятельности и внешней коммуникации санкт-петербургской академических обороны чемстаковича миле зорохом и кантом за то что она сегодня нам здесь подарил огромное спасибо вот это сюрприз так сюрприз царский поедет петербург сегодня и прекрасно доедет еще нибудь будет фигурировать на сайте а как же санкт-петербургских обезописываются филармонии спасибо большое это водится спасибо ну что ж спасибо всем за такое живое теплое участие если что-то еще не задано и не спрошено простите да можем пока сам не отошел от москвы надо как-то до пользоваться случаем впрочем юлия зорохова будет я надеюсь к нам часто приезжайте у нас ведь ожидается скоро очень важное событие это открытие выставки памяти ушедшего юрия хатуича и темирканова она будет открыта в фойе большого зала консерватории сейчас ведется большая работа собственно говоря визит юрия зорохова был связан в том числе и с подготовкой этого для нас ответственное очень я послал святого мероприятия напомню да если кто-то опять-таки не помнит про агапкина что юрий хатуич был почетным профессором нашей консерватории это для нас была очень большая честь и вот когда где-то в ноябре ожидается вот это событие пожалуйста не пропустите там будут в том числе и уникальные как всегда документы из архивах санкт-петербургской филармонии и вашей москвы и московской консерватории прекрасный всегда трое спасибо